Классика — это неинтересно и скучно, и зря вы так думаете. Я собрал для вас подборку из 11 книг, прочитав которые, вы убедитесь, что классическая литература по-настоящему увлекательна. Всем привет, друзья! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя. И, как вы поняли, сегодня я буду вам рекомендовать 11 книг из, наверное, почти самых-самых любимых. Ну а самые стойкие получат бонус в виде того, что я покажу одну из новых книг, которая, мне кажется, будет также одной из самых классных для меня. Ну а если вы уже готовы, берите что-нибудь попить, берите что-нибудь вкусненькое покушать и приятного просмотра! А в начале ролика не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие видео. А также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании. Там очень много контента, которого нет на Ютубе. Ну и это просто возможность пообщаться со мной напрямую. Ну а начать сегодняшнюю подборку я хочу с книги, наверное, не самой любимой для меня, ну, из тех, которые будут сегодня. Но, наверное, это книга из тех, которые по-настоящему влюбляют в литературу. Говорю я о трилогии «Желания» Теодора Драйзера. Ну а в руках у меня первая книга трилогии под названием «Финансист». Не стал я брать сразу все книги, потому что это было бы неудобно. Но в любом случае аннотацию вы увидели, если что, можете поставить на ползу. Также с ней ознакомиться. Ну а если вкратце, это история о человеке, который мечтал о богатстве, который это богатство получил и что с этим человеком происходит потом. На данный момент я даже не прочитал третью книгу, она у меня уже куплена, но пока еще не начал. Прочитал первую «Финансист», прочитал вторую «Титан». И я могу сказать, что это, наверное, одна из тех книг, которые по-настоящему комфортно читать. То есть вы прям пробегаетесь по страницам, вас невозможно остановить во время чтения. Вам хочется узнать, что будет делать дальше Фрэнк Каупервуд. Так зовут главного героя. Эта книга научит и тому, как можно строить карьеру, и тому, как не нужно это делать. Ну и, конечно же, заставит вас задуматься о моральных качествах, которые, наверное, стоит приобретать. Ну и, конечно же, о тех, которые нужно избегать всеми силами. Определенно рекомендую всю трилогию. Даже повторюсь, несмотря на то, что я сам еще третью книгу не прочитал. Но я уверен, что это очень круто. И эта книга вам точно понравится. Ну а перед тем, как я покажу вам следующую книгу, хочу по традиции попросить вас оставить комментарий под этим видео и написать, какие из классических книг вы бы сами порекомендовали людям прочитать, которые, ну, возможно, не совсем любят классику или вообще ее избегают. Да, например, для тех, кто читает только фантастику, фэнтези. В общем, такую книгу, чтобы эти люди могли задуматься, а может быть и правда стоит почитать классику. Вторая книга. Педагогическая поэма Антона Макаренко. Книга, про которую я особо-то ничего и не слышал. Наверное, мне кто-то ее посоветовал в комментариях прочитать. Я это сделал, и оказалось это по-настоящему шедевром. В этой книге педагогу нужно было организовать трудовую колонию для детей-беспризорников и уголовников. И процесс воспитания здесь показывается максимально детально. Раскрываются персонажи героев, их психологические проблемы и проблемы становления этих людей в обществе. И все-таки автор, на мой взгляд, несмотря на то, что эти дети были далеко не ласковые и пушистые, он все равно пытается показать, что это тоже люди, что к ним просто необходимо найти правильный подход. И как раз-таки, найдя такой подход, сумев этих детей объединить, процесс воспитания пройдет успешно. Ну и я даже, наверное, сказал бы самовоспитание. Потому что я считаю, что процесс воспитания, он идет не от внешних факторов каких-то. Точнее, тебе могут дать какие-то наставления, советы. Но воспитываешь ты себя сам. Когда ты сам полностью осознал свои поступки и сделал какие-то положительные выводы, вот тогда, наверное, воспитание и работает по-настоящему. Очень легко читается эта книга. Сюжет там тоже интересный. Несмотря на то, что она объемная, не кажется, что читаешь что-то бесконечно долго. Я также глубоко убежден, что человек, который не любит классику, прочитав эту книгу, как минимум задумается над тем, почему бы жанр не почитать. Я был бы не я, если бы в этом видео не оказалась Эриха Марии Ремарка. Ну и как только вы услышали его фамилию, я уверен, большинство из вас уже знают, про какую книгу я расскажу. Конечно, это Триумфальная Арка. Книга на моем канале появлялась бесконечное количество раз. По-моему, роликов у меня около 200 уже. И думаю, около раз 30 минимум по ней были такие внушительные отзывы. Но меня это нисколько не останавливает, потому что, как я рекомендовал ее, так и продолжу это делать. Книга о хирурге-беженце из Германии, который находится накануне Второй мировой войны в Париже, который является высококлассным хирургом, но которого по бюрократическим соображениям общество отвергает. Ну, в том плане, что этот человек не может заниматься своим любимым делом профессионально, в законном виде. То есть ему приходится оперировать людей подпольно. Помимо основной сюжетной линии, связанной с Равиком, который является хирургом, про которого я только что рассказывал, есть еще одна ключевая сюжетная линия, любовная. По-моему, в каждой книге Ремарка есть сильная любовная линия, на котором также выстроена большая часть сюжета. И я считаю, что он в этом направлении настоящий мастер. Это не похоже на что-то депрессивное, это похоже на взаимоотношения людей, которые постоянно рассуждают о жизни. Конечно, книга, наверное, гиперхудожественная, потому что, ну, вряд ли, да, люди там встретились где-то и сидят в кафе, там, обсуждают смысл жизни. В реальной жизни, думаю, такого не будет. Но сам факт, что такие ситуации описаны здесь, и за счет этих событий автор пытается нам, скорее всего, донести свои мысли о существовании, о жизни, это для меня является настоящим шедевром. Можете также на канале посмотреть другие ролики, там вы тоже найдете что-то про Ремарка. Есть и ролик, где более подробный разбор этой книги, он выходил, по-моему, год назад. Ну, уже полтора года назад. Держу следующую книгу в руках, и это книга Бориса Васильева. Но перед тем, как я ее покажу вам, я хочу сказать о том, что в этом ролике военной прозы не будет, потому что, во-первых, ее очень много, которую я бы посоветовал тем, кто только знакомится с классикой. Но, во-вторых, потому что планируется ролик как раз-таки с книгами из жанра военной прозы. А я говорю про книгу «Не стреляйте белых лебедей». Книга про простого работягу из поселка, который любит свою работу, любит где-то что-то кому-то помочь, что-то построить, что-то сделать. Ну, в общем так, подрабатывать везде, где только можно. Но у него есть такая проблема, что за что бы он ни брался, у него постоянно выходят какие-то недоразумения, что-то не получается. Хотя он все равно отдается своему делу с душой. Здесь сразу появляется такой конфликт, что вот если он где-то накосячил, все сразу говорят, что он плохой, что он прям вообще ничего не может. Но в душу к Егору Полушкину, главному герою, никто так и не заглянул. Ну, или почти никто. Но это удастся сделать нам с вами, читателям. Потому что Борис Васильев описал внутренние переживания этого человека и попытался показать доброту души русского человека. Читается эта книга также довольно легко, сюжет вас также не отпускает. Но как же с этой историей связано название книги, вы узнаете, когда ее прочитаете. Но, уверяю вас, вы не пожалеете. Держу в руках еще одну книгу Теодора Драйзера. И эту книгу я так же, как и Триумфальную арку, рекомендую постоянно. И мне все равно кажется, что многие люди боятся ее объема. Говорю я про американскую трагедию Теодора Драйзера. Да, книга большая. Больше 900 страниц. Но это книга, про которую я не то чтобы регулярно упоминаю в роликах, но я реально частенько возвращаюсь к ней своими воспоминаниями, несмотря на то, что читал я ее, по-моему, уже более трех лет назад. Я думаю, это показатель того, что книга удивительная. История Клайда Гриффитса, который мечтал также о богатстве, у которого была та самая американская мечта, но, как вы понимаете из названия, она превращается постепенно в американскую трагедию. Это история о приключениях этого человека, о метаморфозе его души и о том, к чему может привести погоня за богатством. Вы здесь испытаете и горечь, и, ну не знаю, радость, конечно, вряд ли вы тут где-то испытаете. Но самое что главное, вы будете по-настоящему переживать за всех героев, даже за отрицательных. Не буду говорить, кто из них отрицательный, кто положительный. Но сам я лично хочу эту книгу перечитать. Сделаю, конечно, это вряд ли в ближайшее время. Хотя, наверное, стоит уже поставить себе такую цель. В этой книге также много описательных моментов, не растянутых, а моментов, которые описывают картину, где мы с вами находимся. И вот, например, когда два персонажа книги находились в лодке, и должно было что-то очень важное по сюжету произойти, у меня эта сцена буквально перед глазами. Хотя мне очень тяжело визуализировать книгу, но у меня это прямо отложилось. И особенно, как там кричали птички еще. Ну, кто читал, понимает, а для тех, кто не читал, я специально рассказывал максимально, без спойлеров, чтобы вы ничего не поняли. На очереди книга автора для моего канала, как мне кажется, уже провокационного. Потому что, как только я рассказываю про Айн Рэнд, появляются люди в комментариях, которые говорят, что это полная чушь, что это ерунда и так далее. Я, конечно, к этому уже спокойно отношусь. Ну, потому что, во-первых, если кому-то не нравится, то, пожалуйста, я же не говорю, что если мне нравится, то всем другим должно нравиться. Я делюсь своим мнением. Также и в этом ролике я просто рассказываю свое мнение, что, как мне кажется, на мой взгляд, эти книги влюбят вас в классическую литературу. Ваше право попробовать или нет, и уже потом вынести свой вердикт. И даже если вам не понравится, вы же не скажете, что я вас заставил. Ну, это все лирические отступления мои традиционные. Без них ни один ролик уже, по-моему, не обходится. Но сегодня я хочу вам рассказать не про Атланта, раз правил плечи, а про книгу Источник. Это книга о стремлении человека к своей мечте, стремлении воплотить свои желания в реальность, но сделать это не в угоду обществу, а только в угоду себе. Да, это книга про эгоизм человека, про то, что если человек хочет сделать что-то именно таким образом, мы сейчас говорим все, что в рамках закона, например, что-то построить, изобрести и так далее, на примере этой книги главный герой у нас архитектор, то никто не вправе ему перечить и говорить, что здесь вот так, здесь вот так. Так же и главный герой. Он говорит, я буду делать либо так, либо я никак не буду делать. Хотя он является профессиональным архитектором, он способен на невероятные вещи, и эта книга, это возможность увидеть то, куда заведет человека такой гиперболизированный эгоизм. Можно много спорить про эту книгу, можно долго спорить про то, согласны ли вы с мнением автора или нет. Я как из книги «Атлант расправил плечи», так и из книги «Источник» согласен с автором примерно наполовину, потому что некоторые ее мысли, на мой взгляд, являются чересчур категорическими, что, мне кажется, в 21 веке точно невозможно. Ты, конечно, можешь делать все, как ты хочешь, но, скорее всего, ты действительно останешься один у разбитого корыта, и что ты будешь с этим делать? Ничего. Да, перед собой ты будешь чувствовать себя счастливо, конечно, но с этим счастьем ты, к сожалению, ничего не добьешься. Ну, наверное. Опять же, это мое субъективное мнение. Когда я читал эту книгу, я так же не мог. Когда я читал эту книгу, я оторваться от нее просто не мог. Тут также две части. Вторую часть я не стал брать, чтобы было удобно. Но они не такие уж и большие, и читаются, как я сказал, быстро. Даже, наверное, не то, что быстро, просто они так увлекают, что потом невозможно просто взять вот так книгу, закрыть и положить ее на стол. Поэтому, если вдруг еще не знакомы, то обязательно берите на заметку и читайте с удовольствием. На очереди книга всемирно известного писателя Виктора Гюго. Но это не отверженные, это не человек, который смеется, и это не собор парижской богоматери. Это небольшая повесть под названием «Последний день приговоренного к смерти». И я бы назвал это даже психологической повестью, потому что эта книга — это возможность понаблюдать за поведением человека, за его внутренним состоянием в момент, когда он уже знает, что приговорен к смерти, но он должен что-то делать, чтобы этот день вообще настал. Потому что он не знает, что делать. И, наверное, никто не знает, что делать в этой ситуации. Также в этой книге, конечно, есть загадка, потому что автор оставляет открытым вопрос, достоверная эта история или нет. Вроде как это записи из дневников, вроде бы как и нет. Точного ответа здесь не дается. Прочитав эту великолепную работу, я все-таки склоняюсь к тому, что это реальная история, потому что описать внутренние переживания таким образом, человек, который не находился в этих условиях, вряд ли сможет. Наверное, прочитаете эту книгу за один вечер, скорее всего. Но поверьте, это точно того стоит. И уж если вам понравится то, как пишет Виктор Гюго, если вы с ним не знакомы, то уже пойдете к таким гигантам, как «Отверженный собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется». Как вы знаете, еще один из моих любимых писателей это Джон Стейнбек. У него есть и малая проза, которая довольно интересная, но сегодня я все-таки хочу рассказать не о ней, а о книге «Гроздья гнева». Да, это вот такое неприметное издание, которое я покупал, когда только-только начинал читать. И я по себе знаю, что эта книга влюбляет в литературу. Так же, как и «Триумфальная арка», точно так же и Джон Стейнбек. После этой книги я помню свои ощущения. И, наверное, если их коротко описать, то это будет что-то из серии «А как я мог до этого не читать книги?» Потому что, когда ты читаешь такую историю семьи, которая вынуждена бороться с голодом, пытаться выжить в этом мире, и ты понимаешь, что это все основано на реальных событиях, то я, правда, после этого еще больше полюбил чтение. Ну и, как вы понимаете, от чтения я никуда уходить не собираюсь. А, по-моему, только собираюсь читать еще больше, еще больше снимать роликов, и все, что с этим связано. События этой книги развиваются в Америке. Мы знакомимся с семьей фермеров, которые вынуждены покинуть свой родной дом из-за некоторых обстоятельств. И они хотят уехать в Калифорнию, но у них, по сути, не остается ничего. Семейство у них большое. И не факт, что все это семейство доберется до конечной точки. И вообще, эти люди столкнутся с большим количеством препятствий, которые для нас, как читателей, очень полезны тем, что это возможность заглянуть в то, как жили люди в другой стране. Наверное, понять, что тяжело не только в России, например, было, но в той же Америке было то же самое, если даже не хуже. Судя по этой книге, честно говоря, большие вопросы остаются. Уверен, что следующую книгу вы точно не ожидаете здесь увидеть. Я и сам-то ее не особо сюда хотел включать, и вроде бы это не особо и классика. Пока что. Но давайте так. Вы напишите в комментариях, можно ли считать эту книгу классикой. Говорю я про книгу Маркуса Зусака под названием «Глиняный мост». Это история о пяти братьях, которые по некоторым обстоятельствам остались жить без родителей в доме. Они вынуждены стать взрослыми, обеспечивать сами себя. Но в какой-то момент приходит отец, который заявляется с очень странной просьбой. Он просит, чтобы они, пять братьев, согласились с ним построить какой-то мост. И что это будет за мост? Может быть, это будет мост, попытка восстановить и связать их отношения к какому-то положительному ключу? Или же это просто какая-то бредовая фантазия? Но из пяти братьев согласится только один и детальную историю Клея, как раз-таки того самого, кто согласился, мы с вами и узнаем в этой книге. Помимо очень круто построенного сюжета, тут есть одно достоинство, которое, наверное, перечеркивает все остальное. Это слог Маркуса Зусака. Вот кто читал его книги, я думаю, не даст мне соврать, что это что-то уникальное, это что-то непохожее вообще ни на что. Извиняюсь, конечно, за тавтологию, но по-другому сказать не могу. Я называю слог Маркуса Зусака немного грубовато, я называю его скомканным. Когда, знаете, вот мысли сбиваются в кучу, и ты читаешь, как будто бы вообще что-то разрозненное, непонятное. Как и с книгой «Книжный вор», так и с книгой «Глиняный мост». Прочитав 20-30 страниц, вы разгадываете тайны языка Зусака, и потом начинается настоящее литературное путешествие, из которого, что бы вы ни делали, выбраться вам не удастся. Только в том случае, если вы дочитаете книгу. И это не преувеличенные слова. Я говорю реально о своих впечатлениях, которые сопровождали меня, когда я читал книгу. Ее я тоже буду обязательно перечитывать. И уверен, следующую книгу вы тоже не ожидали здесь увидеть, но я хотел об этой книге уже и в других роликах рассказать. Где-то я о ней тоже упоминал, но все же хочу более подробно остановиться на книге Джорджа Оруэлла под названием «Глотнуть воздухо». Это что-то невероятное. Для меня Оруэлл ассоциируется с антиутопиями, и когда я познакомился с таким Оруэллом, если сказать, что я был удивлен, этого будет мало. Это был по-настоящему восторг. Я был просто шокирован. Какой Оруэлл мастер пера? Он рассказывает о взрослом человеке, который в какой-то момент задумывается о том, правильную жизнь ли он живет. Почему он не может делать то, почему он не может делать это. В какой-то момент он просто решает отправиться в город детства, где он вырос, и предаться той свободе и счастью, которое он испытывал в детстве, когда ты просто вышел, ну, образно, поиграть в футбол там с друзьями утром, сходил на рыбалку, просто по улице погулял. И эта книга реально так погружает в детство. И она, конечно, больше, как мне показалось, на мужскую аудиторию рассчитана, но уверен, что каждый читатель найдет что-то для себя и точно так же сможет освежить приятные воспоминания о детстве. Возможно, кто-то из вас об этой книге вообще ничего не слышал, но вот я пытаюсь это исправить, и вообще для меня удивление, что об этой книге очень-очень мало говорят. Хотя, так как я особо не смотрю никого, может быть, о ней уже и говорят, просто я об этом не знаю. Обязательно напишите в комментариях, вообще, слышали ли про такую книгу, и рассказывают ли о ней кто-то еще. Ну и вишенка на торте сегодняшнего видео, это книга «Короля ужасов» Стивена Кинга. Книга, которая стала классикой не только в литературе, но и в кинематографе. Говорю я про книгу «Зеленая миля». Это история про ту самую «Зеленую милю», которую нужно было преодолеть тем, кто был приговорен к смерти. Но «Зеленые мили» называли просто коридор, по которому осужденные проходили перед тем, как проститься с жизнью. Конечно, Стивен Кинг — это своеобразный писатель, который любит крепкие слова. Он совершенно не боится экспериментировать, придумывать что-то новое. Но если мы говорим конкретно про сегодняшнюю подборку, то мне кажется, эта книга, конечно, по содержанию отличается от той же американской трагедии. Хотя нет. Наверное, от американской трагедии как раз-таки не особо-то и отличается, если вы понимаете, о чем я. Но если вы не знакомы ни с фильмом, ни с книгой, ну нет, давайте даже так. Если вы книгу не читали, а смотрели фильм, то книгу я вам точно рекомендую прочитать, потому что здесь есть такие подробности, которых в фильме вообще не было. И скажу вам больше, я пускал слезу и при просмотре фильма, и при прочтении книги, но делал я это в совершенно разных моментах. То есть вы понимаете, что в фильме меня задела одна вещь, в книге совсем другая. И которая вещь была в книге, в фильме про нее вообще ничего не было. Ну, либо я просто об этом не помню. Но, по-моему, действительно история про мышонка Дива Круа осталась в фильме где-то в стороне. Ну, если что, конечно, поправьте меня. Но я, конечно, очень давно фильм смотрел. Не знаю, там... Ну, слушайте, наверное, лет 10 назад точно. Но почему-то у меня сложилось впечатление, что это именно так. Ну, и эту книгу я тоже буду обязательно перечитывать. Ну, а вам советую приятного чтения. Ну, и как и обещал, показываю вам новую книгу, которую я купил. Это покупка, сделанная благодаря, опять же, вашим комментариям. Вы мне советовали. И теперь у меня есть сборник повести и рассказов Константина Воробьева под названием «Убиты под Москвой». Что-то конкретное об этой работе и о произведениях, которые там есть, я не знаю. Но мне достаточно того, что вы мне рекомендуете, так как военная проза мне близка. У меня не было вариантов, когда я в Читай-городе увидел эту книгу, сразу понял, что сегодня я куплю именно ее. На самом деле, я забыл, что это сборник. И узнал об этом буквально только что, когда вот снимаю видео. Настолько я хотел эту книгу, что мне хватило названия, хватило обложки для того, чтобы в Читай-городе даже ее не открывать. То есть, реально, я даже просто не открывал эту книгу и только что узнал, что там несколько рассказов и повести. Но такое я тоже люблю читать. И иногда как раз-таки мне хочется почитать что-то небольшое между какими-то книгами. Так что покупка 100% классная. Уверен, что буду под впечатлением и, скорее всего, какие-то из повести и рассказов попадут, ну, как минимум, в топ-года. Но вам говорю еще раз спасибо за классные рекомендации в комментариях. Я так рад, что эта подборка получилась настолько эмоциональной, но и надеюсь, что для вас она оказалась нереально полезной. Обязательно пишите в комментариях, какие книги из этого ролика вы забрали себе. Возможно, кто-то уже даже их заказал. Ну, а также напишите, какие книги вы еще сюда посоветуете добавить, чтобы те, кто не знаком с классикой, влюбились в это направление после прочтения этих книг. Ну, а также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А уже через неделю в то же самое время, в том же самом месте мы с вами увидимся снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok